Папа Франциск продолжил серию катехиз о Святом Иосифе, размышляя о том, как приемный Отец Иисуса подходил к принятию решений. Он сказал, что Святой Иосиф не руководствовался страхом, а пытался распознать голос Божий в любой ситуации, чтобы противостоять проблемам. Бог не обещает нам, что мы никогда не будем бояться, но что с Его помощью мы сможем преодолеть страх. Иосиф боится, но Бог ведет его через страх. Папа посоветовал родителям, переживающим трудности, по примеру Святого Иосифа, не поддаваться страху, особенно при уходе за детьми с тяжелыми заболеваниями, или если ребенок проявляет другую сексуальную ориентацию. Родители могут видеть в своих детях другую сексуальную ориентацию, и при этом знать, как сопровождать своих детей через это, а не приниматься, сходу осуждать. В конце аудиенции Святейший Отец напомнил, что на этой неделе отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Он также попросил молиться за ситуацию на Украине. Всего за несколько дней до этого он попросил католиков всего мира молиться за мир в регионе. Будем же с настойчивостью просить Господа, чтобы эта земля увидела расцвет братства, преодолела раны, страхи и разногласия. Затем Папа Франциск объяснил, что не сможет лично поприветствовать паломников из-за проблем с коленями. Я хотел бы вам сказать, что сегодня не смогу подойти, чтобы поприветствовать вас, потому что у меня проблема с правой ногой. Воспалился коленый сустав, но я спущусь, поприветствую вас в другой день, и вы сможете снова подойти и поздороваться. Это проходит. Говорят, это случается только со стариками, так что я не знаю, почему это происходит со мной. Ну, честное слово. Папа закончил общую аудиенцию, покинув зал для аудиенции Павла VI, не спустившись по лестнице, как обычно, чтобы паломники могли выстроиться в очередь и поприветствовать его. Папа Франциск обратился с призывом в Международный день памяти жертв Холокоста, который отмечался в четверг, 27 января. Он попросил повысить осведомлённость молодёжи об ужасах того периода истории. Мы должны помнить об уничтожении миллионов евреев и людей разных национальностей и вероисповеданий. Эта невыразимая жестокость никогда не должна повториться. Об этом нельзя забывать, чтобы мы могли построить будущее, в котором не попирается человеческое достоинство. Среди приглашённых на общую аудиенцию была Лидия Максимович, которую в трёхлетнем возрасте депортировали в Освенцим. Она написала книгу, для которой вы написали предисловие. Сегодня она поделится этой невероятной историей в здании Сената. Пережившая Холокост также принесла картину, на которой запечатлена её первая встреча с папой в мае 2021 года. Папа Франциск почтительно поцеловал номер заключённой на его руке. Продолжение следует...